Перемена бессмысленна, потому что герб – это просто символ. Противник замены герба Данил Дегтярев мнение не поменял. Историк, краевед и общественник игнорировал и само обсуждение новых вариантов. О замене герба в Барнауле объявили в июле. Геральдисты отказывались признавать наш герб из-за коня – символа Томской губернии. Спустя два месяца коня действительно не стало. Это и возмущает историка. Мы не входим в состав Томской губернии, мы убрали коня. Ну так у нас, извините, и сереброплавильного завода нет. Зачем нам тогда металлургическая печь? В том созыве, когда мы принимали решение убрать вот эту линию между конем и печью, и у нас конь остался парить в небесах, это была попытка города отстоять коня. Потому что действительно на протяжении 20 лет администрация города, учитывая мнение людей, ну хотим мы коня, мы к нему привыкли, да, пыталась в Геральдическом совете отстаивать. Какую-то часть мы нашей истории почему-то считаем важной, какую-то часть мы считаем неважной, так нельзя. То есть либо мы всю историю считаем важной и сохраняем символы, либо мы всю историю считаем неважной, как очень часто делали же в советское время. Там перечеркивали старые царские символы и просто с нуля создавали новые символы. Чем Барнолл отличается от всех других городов? Ну, да по сути, вот, наверное, только, правда, символы Марьера. А вот Марина Панкрашова, наоборот, уверена, что историю не предавали. И новый герб – это не замена, а возвращение к прошлому. Коней в этом варианте вынесли держать щит, корона появилась как символ краевой столицы, а обрамляющая лента – орден Октябрьской революции, который присвоили Барнаулу в 80-м. Депутат говорит, теперь по гербу можно учить историю края. Это не только город Барнаул сейчас столкнулся с такой проблемой. По всей Российской Федерации, наверное, наступило время привести в порядок вот такие символы городов. Раз у Барнаула теперь есть новый герб, проблем с установкой стелы города трудовой доблести не будет. Однако и тут противники изменений негодуют, мол, говорить нужно о другом. Про состояние общественного транспорта, про дороги, про коммунальную инфраструктуру, про озеленение, про памятники архитектуры. Вот это нужно говорить и обсуждать, а не гербы и стелы и прочую такую обертку и символику. Замена символов города будет мягкой и продлится до 30-го года. Кстати, расширенную версию с конями мы будем видеть редко. А более популярным будет малый формат – щит с печью. Анастасия Дороган, Александр Антропов. День с толком.